Алена Шаповалова Сколько я себя помню, я всегда знала, что я буду художником. Поэтому сейчас для меня это очень нормально, нормальное, простое, естественное ощущение. И ничего сверхъестественного я в этом сама не чувствую, поэтому мне сложно говорить с пиететом о том, о, каково это быть художником. Но если вспоминать время, которое ты тратишь для того, чтобы научиться какому-то мастерству, затем для того, чтобы как-то пробиться в жизни, попасть на сцену, то вот эти затраты уже, их можно оценивать, их степень, их как бы тяжести. Кажется, любой может стать художником, не обязательно профессиональным, не обязательно живописцем, делать что-то свое, вертеть оригами из бумаги или вышивать крестиком. Вот, ну для меня эта профессия, это жизнь. Как-то так. До 2009 года я рисовала маслом. Мои работы были вполне себе цветными. Они, в принципе, немножко соответствовали так называемой осетинской школе живописи. Ну, как бы, есть такое неформальное название для каждых регионов. Петербургская школа, московская, по регионам. Но затем я стала постепенно менять манеру, переходить с масла на акрил. Это другой совершенно материал, эстетика художественная другая. И несколько лет мне понадобилось на то, чтобы понять, что я в новом материале могу дать нового. То есть было года 3-4 поисков, когда я через себя пропускала, по моим ощущениям, всю историю искусства 20-21 века. И потом потихоньку, мне кажется, нашла что-то свое. Говорить, насколько это свое, наверное, можно будет позже. И говорить об этом будут, буду уже не я, а специалисты. Я считаю, что это живопись. Примерно 5 лет я работала исключительно в черно-белой, добавляя иногда красный. Последние годы-полтора я внезапно начала использовать другие цвета. Началось все с розового, и теперь как бы с каждым симпозиумом появляется еще какой-то новый цвет, находится вдруг. Я не сдерживала себя специально. Это было естественно в этих трех цветах, черно-белый-красный, я себя чувствовала очень хорошо. Мне казалось, я могу ими передать все, что я чувствую. Тем более, что символически эти три цвета, это как бы такие очень архетипичные, которые описывают всю нашу жизнь. Меня спрашивали часто, вы специально, это вот ради стиля какого-то, собственно, вы пишете, красите только в трех цветах. Я говорила, я не сдерживаю себя. Если придет время, и я захочу что-то другое использовать, я буду это делать. И, к примеру, недавно, будучи в Индии, я использовала совершенно сумасшедший зеленый цвет, абсолютно индийский, на мой взгляд, который я не смогу использовать дома в России или где-то в другом месте, который вдохновлял меня, потому что это был цвет тропической растительности, пальмовых листьев. Мне захотелось это добавить. И я это сделала. Я работаю с перспективой, с пространством. Это то, что как художнику мне интересно в живописи. Именно поэтому я чаще всего работаю с архитектурой, потому что там я могу раскручивать пространство, играть с пространством, искривлять его, ломать, играть со зрителем, когда зритель начинает следить за линией, и затем его могут опустить в эту бездну или направить в другом направлении. То есть это именно то, что мне интересно в искусстве. Письма в никуда я их называю еще. Ну, это серия из семи писем была. Каждое из этих писем я писала один день. Письма, собственно, были направлены не к кому-то конкретно, а, так сказать, к мирозданию. Я скептически отношусь к каким-то таким вещам. Но это был период жизни, когда мне нужно было, видимо, выплеснуть то, что внутри. И, как ни странно, после этих семи дней я получила ответ. Но я не буду рассказывать эту историю, это моя личная история. Я не нарративный художник. У меня в моих работах, в общем, не скрываются какие-то рассказы, которые можно рассказать. Если кто-то увидит что-то для себя, я буду рада. Но я не закладываю изначально какую-то специальную историю. То, что происходит со мной на тот момент, когда я делаю работу, то, конечно же, отражается на холсте. Но в основном работа – это часть проекта какого-то, какой-то общей идеи. Но не каждая работа – это маленькая история, нет. Это не про меня. Когда я еще училась, у нас был такой предмет – культуровидение. Помню, мы проходили Мерчи Элиаду, элитарность в искусстве. И мне на тот момент его тезисы были непонятны и неблизки, когда он писал о том, что искусство элитно, оно не для масс. Но спустя время я пришла к тому же выводу, что искусство не должно быть направлено на то, чтобы понравиться всем. Это невозможно. Искусство должно пытаться формировать, может быть, общий вкус, надеяться, что может повлиять на общий вкус, но не пытаться подстроиться под уже имеющийся вкус масс. Долгое время в моей работе лишены были присутствия человека. И даже какой-то был проект, посвященный такому постапокалиптическому месту. Месту после какой-то, так скажем, катастрофы, где человечество исчезло, и остались только руины и следы человека, разрушенная или сохранившаяся архитектура. И присутствие человека ощущалось только в том, что осталось после него рукотворного. Но затем, со временем, это был такой достаточно мизотропический период, когда люди меня, так скажем, разочаровали. И потихоньку пришла я к необходимости этот свой мир пустой населять какими-то существами. И начался проект «Паноптикум», где я стала работать с человеческой фигурой, без изображения портретных черт, и место лица, место головы, и, в общем, помещала голову животного, зачастую даже череп животного. И говорить о том, что это или кто это, маска, или это зооморфная фигура, или это мутант из мира после катастрофы – это уже разбираться зрителю. Мне нравится, когда картина ведет меня сама. То есть я начинаю, у меня есть какая-то задумка, я примерно представляю, как это будет, но в какой-то момент картина решает, что она хочет идти своим путем. И у тебя есть два варианта. Пытаться сопротивляться, и тогда можно что-то испортить, и это будет очень синтетический продукт на выходе. Либо подчиниться и с интересом наблюдать, как твоими руками кто-то рисует что-то совсем другое. То ты наблюдаешь со стороны и не торопишься, стараешься работать медленнее и медленнее, больше думать и смотреть, и наблюдать вот этот момент, когда все уже все. Уже не хочется ничего добавлять, переделывать. Была такая точка зрения раньше, сейчас, мне кажется, другая точка зрения существует, что художник может не увидеть, может быть, будущее, но прочувствовать полевую точку, и в нее как бы кто-то может ударить в эту полевую точку, кто-то может ее осветить, показать, вынести наружу. И если удается вот эту полевую точку нащупать художнику и всем показать, тогда получается, что он совпадает, он идет с ногу со временем, он становится актуальным, и он как бы, как кажется со стороны, что он предвосхищает будущее. Я сравниваю с музыкой без либретто, опера без либретто, нет слов, есть музыка, люди слушают и что-то понимают. То же самое, то же самое искусство. Если оно лишено нарратива, если вам на блюдечке не показывают какие-то понятные вещи, людей, фигуры, объекты и прочее, то можно воспринимать исключительно как музыку. Каждый сам интерпретирует. Был случай, я делала выставку в Уфе, и очень хорошая галерея, они пригласили диджея, который посмотрел всю выставку, на следующий день подобрал композицию под мои работы, и это была очень достаточно жестковатая электронная музыка, то есть он так ее прочувствовал. Никакого диссонанса эта музыка не вызвала, и она работала хорошо. Могилев мне очень напомнил какие-то российские города, средние полосы России, то есть какое-то довольно родное и знакомое ощущение узнавания произошло, почему-то ощущения какие-то детские, немножко из детства, но тем не менее я вижу, что город развивается. Я нашла для себя что-то для вдохновения, я нашла для себя ту архитектуру, которая мне интересна и приятно писать. И я очень довольна, что приехала. Времена года не имеют значения совершенно для меня. Рисовать я люблю работать ночью. Во-первых, учитывая, что я работаю с ограниченным количеством цветов, для меня не так важно натуральное освещение, которое важно для тех, кто работает маслом. Это раз. Во-вторых, ночью все спят, мне не мешают. Работать надо независимо от настроения, я считаю. Но когда ты на каком-то эмоциональном подъеме, независимо от знака плюс или минус, конечно же, выходит из тебя что-то новое. Но стараюсь работать каждый день, независимо от того, скучно мне, весело, или я в депрессии. Хотя для художника зачастую депрессивное состояние более плодотворно. Что может быть не хорошо для художника, но хорошо для зрителя. И дело не в том, что это моя позиция. Просто на самом деле это бессмысленно о чем-то жалеть, потому что ничего не изменишь. И нужно как-то аккумулировать свои силы на то, чтобы продолжать дальше. Это интернет. Моя первая выставка в Петербурге, серьезная, крупная, произошла благодаря тому, что галериалисты увидели мои работы в Фейсбук. Я считаю, что вообще виртуальная реальность стала частью нашей жизни. К ней надо относиться серьезно. Ее надо использовать так же, как и окружающую действительность. И не разделяю пространство интернета, каких-то таких социальных контактов в интернете и личных контактов. Искусство – это. Но искусство – это тоже жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!